Ледяной покров земли исчезает, причем очень быстрыми темпами. К примеру, в Национальном парке Глейтер в Монтане из-за изменения в климате ледники грозят полностью растаять уже к 2030 году. С 1850 года общее количество крупных ледников в этом районе сократилось со 100 до 25. Однако, у этой серьезной проблемы есть и обратная сторона медали. Подобные природные процессы приоткрывают завесу тайны над уникальными находками, которые веками и столетиями покоились в толще льдов. А с каждым новым открытием человечество становится все ближе к разгадке тайн, как прошлого, так и будущего. Вот какие невероятные находки были сделаны благодаря глобальному потеплению и таянию льдов. Недавно ученые набрели на удивительную находку. Гигантский вирус возрастом более 30 тысяч лет, который находится в вечной мерзлоте в районе реки Колыма в России. Как утверждают ученые, подобные вирусы совершенно безопасны для человека, так как они паразитируют только на амебах. Ученые также не исключают возможность нахождения в недрах вечной мерзлоты других вирусов, которые будут паразитировать не только на одноклеточных организмах. К примеру, из-за глобального потепления могут проснуться от спячки вирусы, которые могут представлять потенциальную опасность для человека. Существует небольшая вероятность того, что патогенные микробы, которые заражали древних людей, могут возродиться и заразить современного человека. Этими болезнетворными микроорганизмами могут оказаться обычные бактерии, подающиеся лечению антибиотиками, или устойчивые к лекарствам бактерии и даже опасные вирусы. Если они вымерли давно, то наша иммунная система не готова противостоять им. Так или иначе, на сегодняшний день это самый большой описанный наукой вирус, который охотится на амеб. Ледяная дева В 1999 году на границе Аргентины и Чили, во льдах вулкана Лью-Лья-Льоко, на высоте 6706 метров, нашли тело девочки-подростка из племени инков. Она выглядела так, как будто умерла пару недель назад. Ученые установили, что эта девушка 13-15 лет, которую назвали Ледяной Девой, была убита тупым ударом по голове полтысячи лет назад, став жертвой религиозного обряда. Благодаря низкой температуре, ее тело и волосы прекрасно сохранились наравне с одеждой и предметами культа. Рядом были найдены миски с едой, статуэтки из золота и серебра, необычный головной убор из белых перьев неизвестной птицы. Также были обнаружены тела еще двух жертв инков, девочки и мальчика 6-7 лет. В ходе исследования ученые выяснили, что детей долгое время готовили к культу, откармливали элитными продуктами мясом лам и маисом, пичкали кокаином и алкоголем. По мнению историков, инки выбрали для ритуалов самых красивых детей. Замерзший мамонт. В 2010 году в Сибири, пожалуй, в самом неизвестном регионе России, была найдена самка шерстистого мамонта, весившая одну тонну и получившая имя Юка. Пролежав в вечной сибирской мерзлоте 39 тысяч лет, тело мамонта настолько хорошо сохранилось, что были видны даже шерсть и мышечная ткань. А ученым впервые за историю антропологии удалось взять образцы крови у доисторического животного. Исследователи выдвинули предположение, что скорее всего мамонт застрял в болоте и там же и погиб, так как нижняя часть его тела осталась нетронутой, благодаря окружающему льду. Несмотря на то, что некоторые части тела мамонта полностью исчезли, такая находка представляет собой небывалую научную ценность. Ученые из Южной Кореи заявили, что благодаря образцам ДНК, полученным из тела Юки, у них теперь появился шанс клонировать мамонтов, таким образом возродив весь вид. И если это все-таки произойдет, исследователям больше не придется ездить в Сибирь в поисках шерстистых мамонтов. Момия Этси. В сентябре 1991 года двое немецких туристов наткнулись на необычную находку, хорошо сохранившиеся останки человеческого тела, которые были вморожены в лед. Тогда туристы приняли древний труп из-за останки недавня погибшего в горах Альпиниста. Однако, после исследования ученые установили, что мумифицированному человеку было ни много ни мало более 5000 лет. Открытие стало уникальным в своем роде, ведь никогда раньше ученые не восстанавливали совершенно нетронутый временем труп эпохи Халкалита. В желудке Этси остались непереваренные останки его последней трапезы, указывающие на то, что умер он довольно внезапно. Позднее, благодаря рентгену, было установлено, что в плече мумии застрял наконечник стрелы. А это доказывало, 5000 лет назад Этси был убит в схватке с противником. Вскоре после гибели, тело Этси, скорее всего, было сковано льдом и засыпано снегом, что спасло его от хищников. А так как труп лежал в глубоком овраге, он не был поврежден из-за перемещения ледника. Проведенный анализ ДНК доказал, что у древнего ледяного человека есть как минимум 19 живых родственников. Сделано в Индии Однажды, один французский альпинист во время своего восхождения на Монблан неожиданно нашел клад. Это была металлическая коробка, выступающая поверхности ледника Боссон. В коробке находились уложенные рядами мешочки с пометкой «Сделано в Индии». В каждом мешочке было приблизительно по 100 драгоценных камней, рубинов, изумрудов и сапфиров. Говорят, что эту коробку с драгоценностями оценили на сумму 377 тысяч долларов. Вместо того, чтобы навсегда исчезнуть с этими несметными богатствами, честный альпинист отдал их полиции. Затем драгоценности были переданы на хранение в администрацию города Шамонии на востоке Франции, где местные власти пытались разгадать загадку их происхождения. А подсказка скрывалась в штампе «Сделано в Индии». По какому-то мистическому стечению обстоятельств в этом районе ледника Монблана произошли две крупные авиакатастрофы индийских самолетов. Одно из крушений произошло в 1950 году. Боинг 707, направляющийся в Нью-Йорк через Женеву и Лондон, неверно рассчитав высоту полета, врезался в вершину горы Монблан. Погибли все 117 пассажиров и члены экипажа. В результате крушения на склоне горы образовалась воронка, в которой до сих пор находятся обломки самолета и другие вещи, принадлежавшие пассажирам. Специалисты считают, что сокровища могут быть связаны с одним семейным ювелирным предпринимателем, находившимся в Лондоне. Древняя одежда. Вот как выглядела туника, обнаруженная на высоте 2000 метров над уровнем моря на леднике Ленбриен. Таяние льдов ледника Ленбриен в Норвегии позволило историкам представить, как выглядела одежда железного века. В 2011 году была найдена уникальная шерстяная туника ручной работы. После двух лет ее изучения, исследователи пришли к выводу, что туника была изготовлена между 230 и 390 годами нашей эры, то есть более полутора тысяч лет назад. Вполне вероятно, что туника из Ленбриена носил воин, стройный мужчина ростом около 175 сантиметров. Ученые уверены, что глобальное потепление, значительно ускоряющее таяние ледников, особенно в Норвегии, может привести к увеличению числа археологических открытий. Кто знает, какие удивительные находки нас ждут под ледяным щитом ледников в следующий раз. Обломки самолета Непостоянство и изменчивость ледников подтверждает следующая история, случившаяся в 1952 году на Аляске. Разбился самолет с пассажирами на борту. Он врезался в склон горы Ганет, а после чего развалился на части. Поисковая команда вскоре обнаружила обломки самолета на вершине ледника колонии, но через несколько дней обломки вместе с телами оказались погребенными под толстым слоем снега, где вмерзли в ледник. Из-за ухудшающихся погодных условий поисковую операцию пришлось приостановить. В июне 2012 года вертолет заметил торчащие из расщелина ледника обломки самолета. Поиски были возобновлены, и исследователи нашли некоторые части самолета и фрагменты тел. Однако из-за движения непрерывного таяния ледника поиски вновь отложили. Затем летом 2013 года учеными было установлено, что с 1952 года обломки самолета переместились на 22,5 километра от места крушения, а некоторые части из-за движения ледника нашли свое пристанище на дне озера Джордж. Останки солдат Первой мировой войны. Во время таяния ледников около маленькой итальянской горной деревни Пейо, люди продолжают и находить останки солдат, а также другие артефакты, сохранившиеся со времен Первой мировой войны. В битве, известной как Белая война, солдаты Австро-Венгерской империи сражались с итальянскими войсками за господство над горной местностью. По оценкам историков, во время битвы на поле боя полегли сотни тысяч солдат, множество из которых не выдержали экстремальных погодных условий. Температура тогда упала ниже отметки 22 градуса, а снежные лавины, которые окрестили Белой смертью, поглощали целые роты. Многие солдаты, сражавшиеся в этом месте, пропали без вести. И теперь, почти столетия спустя, 80 мумифицированных тел, погребенных потающим ледником, оказались на поверхности. В 2004 году горный гид стал свидетелем ужасного зрелища. Трупы трех солдат Австро-Венгерской армии, убитых в 1918 году, торчали из стены льда вверх ногами. Замерзшие останки были найдены недалеко от Сан-Матео, на высоте 3600 метров над уровнем моря. А в 2013 году тела еще двух солдат были обнаружены в погребальной яме тающего ледника. Так как тела долгое время лежали под толщей льда, на них довольно хорошо сохранились волосы и даже кожаные ткани. В леднике также были обнаружены личные вещи солдат, например, любовная записка, адресованная Марии. Древний лес. Ледник Мэнденхолл на Аляске в течение сотен лет хранит свой собственный секрет. Из-под него начали высвобождаться ветви, корни, стволы древних деревьев возрастом примерно 1000-2000 лет. Исследование этих деревьев воистину захватывающий дух, ведь мы можем определять их возраст. В основном люди находили лишь небольшие образцы древних деревьев по частям. В этом случае нам открывается одновременно целый лес. Ученые надеются, что перемещаясь ледник, высвободит остальной лес, сокрытый от человеческих глаз в самом низу под толщей льда. Люди столкнулись с суровой, но захватывающей действительностью. Начиная с 2005 года, ледник Мэнденхолл отступил в среднем на 50 метров, тем самым давая возможность оказаться на поверхности целому национальному парку древних деревьев в ближайшем будущем. Замороженный детеныш шерстистого носорога В Якутии ученые сделали уникальную находку. Они нашли останки детеныша шерстистого носорога, жившего в конце плестоценовой эпохи, начавшегося около 2 миллионов лет назад и завершившегося более 10 тысяч лет назад. Это единственный подобный экземпляр в мире. По предварительным оценкам якутских палеонтологов, найденный детеныш носорога имеет хорошую сохранность мягких тканей и практически целый череп. Это дает основания надеяться на то, что находка позволит ответить на многие вопросы, касающиеся морфологии и антогенеза этих животных. А на этом у меня все. С вами был Зомби Чез. Пока. Эхей, друг! Любишь мистическое и пугающее? Заходи и подпишись на мой канал. Ведьмы и колдуны. Призраки и вампиры. Я знаю все об этом. Ссылка на экране и в описании. Субтитры создавал DimaTorzok